Девушки отдыхают Итак, сегодня вспоминаем события 27 апреля 27 апреля 1939 года в Советском Союзе приказом Главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД СССР номер 55 была утверждена инструкция постового регулировщика уличного движения. Поэтому документ урегулирования дорожного движения должно было производиться жезлом, окрашенным в черно-белый цвет. Такой жезл уже существовал в Советском Союзе до 1922 года, однако его заменили на менее контрастный красно-желтый жезл. И вот черно-белый жезл вернулся и живет до сих пор. 27 апреля 1948 года завод имени Сталина полностью перешел на выпуск грузовиков ЗИС-150, как две капли воды, схожих с американскими Интернешнл серией К-7 44-46 годов. До этого в течение трех месяцев отрабатывалось изготовление самого сложного агрегата – двигателя. 27 апреля 1959 года Полтавский моторремонтный завод реорганизован в автоагрегатный. Заводу была поставлена задача освоить массовое производство узлов и агрегатов тормозной системы для большегрузных автомобилей. В этот день в 1971 году с главного конвейера Волгского автозавода сошел опытный образец автомобиля ВАЗ-2102 с кузовом «Универсал». В народе этот автомобиль получит название «Двушка» или «Сарай». 27 апреля 1997 года в Гонконге открывается автомобильный мост Циньма с самым длинным в мире пролетом – 297 метров. 27 апреля 2000 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый внедорожник УАЗ-3162 «Симбир» с увеличенной колесной базой. В этот день в 2016 году на московском заводе «Рено Россия» официально стартовало серийное производство нового кроссовера «Каптюр». В производстве «Каптюр» в Москве используются изготовленные в России комплектующие – двигатель, штампованные элементы кузова, детали и узлы ходовой части, бамперы, шины, диски, радиатор, топливный бак, припорные панели, климатическая установка и сиденья. В оснащении «Каптюр» имеются ключ-карта и запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ в салон и прочие плюшки. Ну а на сегодня все, новостей не так много, но завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях, будет здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok